Добрый вечер Добрый вечер Мы говорим о главных событиях недели Их было много И в самой Украине И за ее пределами События, которые Произошли, повторяю, за пределами Украины Но к ней имеют Самое непосредственное отношение Но более всего разговоров Конечно же было О назначении правительства Сформирован кабинет министров Известные имена Всех министров И сформированы Руководящие органы Нового парламента Избран президиум Верховной Рады Назначены Руководители всех Комитетов, комиссий Об этом сегодня будем говорить Что касается нового правительства Оно отличается тем Что в него впервые Вошли иностранцы Точнее они уже не иностранцы А новоиспеченные украинские граждане Есть люди, которые по этому поводу ликуют Вот наконец-то в правительстве люди Которые никак не связаны Никакими корпоративными, групповыми Прочими обязательствами С теми или иными партиями Группами влияния Не вовлечены В какие-то отношения Коррупционного свойства А кто-то уже извительно пишет в фейсбуке Теперь будут воровать украинцы А отвечать американцы Тем не менее По праву гостеприимства Хочу первым из наших гостей Представить Георгия Вашадзе Который в прошлом Замминистра юстиции Грузии Он был Членом легендарной команды Президента Михаила Саакашвили Которая сумела за несколько лет Так изменить Грузию Что похоже даже пришедшие сейчас в власти Представители их политических противников Уже с этим ничего сделать не могут Вот позвольте уточнить Георгий А в каком вы качестве сейчас в Украине? Я вообще член парламента Грузии И мы, наша группа экспертов Консультирует Украинское правительство Администрации президента Кабмин по разным направлениям И тоже сотрудничаем с международными организациями Больше у нас в группе практики Эксперты, которые делали реформы по разным направлениям Это связано с борьбой против коррупции Это связано с правоохранительными органами Административные услуги Не знаю, там, тендерах Но вы здесь как, на зарплате, извините? Или вы в добровольном порядке? Я в добровольном порядке Исходя из того, что я член парламента Грузии И вот наши эксперты Есть разные контракты В разных организациях Они международных И они участвуют в разных проектах И есть фонд инновации и реформы Инновации и развития, которые мы создали в Грузии Где есть вот аккумулировано вот это экспертное, так сказать, знание И через этот фонд А вы давно в этом качестве в Киеве? Я где-то последние 5-6 месяцев интенсивно бываю в Киеве Слушайте, ну вот вы 5-6 месяцев интенсивно бываете в Киеве А народ говорит, что за все эти месяцы реформы особенно далеко не продвинулись К сожалению, это реально К сожалению, это реально, что реформы не продвинулись И есть очень много факторов Самое главное, что я думаю, что не хватает практиков Которые верят, что можно изменить системы Которые, к сожалению, сегодня существуют И иногда часто не хватает четкого видения Как надо все это менять Наше участие было в плане того, чтобы вот это видение В тех направлениях, как минимум, где мы участвовали Чтобы как-нибудь развиваться А может быть политической воли не хватает? Политическая воля, знаете, я думаю, что просто и президент, и премьер-министр, и парламент Сейчас очень хорошо понимают, что другого выхода нет Что надо реформироваться обязательно, надо меняться Иначе просто страна развалится, и будет очень много проблем Самое главное сейчас, самый главный враг для Украины – это коррупция И надо бороться против этого Так что я думаю, что политическая воля, по крайней мере, сегодня есть И мы должны надеяться, что хотя бы после парламентских выборов Уже Кабмин начнет реальные изменения в Украине Я хотел бы теперь спросить у Павла Шеремета Сегодня вышло ваше интервью, большое интервью с Михаилом Саакашвили Да Когда вы его взяли? Вчера вечером Вчера вечером Ну и как он настроен? Ну, как говорит бывший грузинский президент Он встречался с Порошенко, он встречается здесь тоже со многими украинскими министрами Он, в принципе, настроен оптимистически Если сравнить его впечатление после оранжевой революции С тем, что он видит сейчас То он говорит о том, что нынешние министры не настолько самоуверенные И не настолько Они так, как после оранжевой революции Игнорировали общественное мнение И витали в каких-то там облаках Что нынешние министры начали много работать Даже в субботу и воскресенье Чего раньше за украинскими политиками замечено не было И работают часто допоздна Но в частности с президентом Порошенко Он встречался в 3-4 утра Хотя, конечно, все понимают Это, конечно, душает оптимизм Я помню, знаете, когда Виктор Федорович Янукович Только был избран президентом в 2010 году То в первые недели только и разговоров было Что Янукович на работе сидит допоздна Знаете, значит, сидение на работе допоздна Это еще не залог из первых Ну, недели уже прошли Мы недели прошли после выборов, а уже месяц И, конечно, нужен результат А не просто демонстрация того, как все стараются Но, в принципе, ситуация сейчас в Украине Напоминает ситуацию после революции Рос Потому что там было две группы влиятельные Группа премьер-министра Жвания И группа президента Саакашвили И здесь сейчас в Украине две большие группы влиятельные Президента Порошенко и премьера Яценюка И бывшего спикера Турчинова Или, так назовем ее, группа Народного фронта Они в коалиции Жвания и Саакашвили тоже были в коалиции И, в принципе, если... Ой, не надо сравнивать Знаете, осталось только вспомнить, чем кончил премьер Жвания Да, но Жвания трагически погиб Фут-фут-фут-фут Да, но это никак не было связано с реформой Это было связано с такой трагической случайностью Но очень много параллелей Хотя ситуация, которая в Украине Она на порядок сложнее, чем ситуация, которая была в Грузии Потому что там все-таки поддержка была 90% Там страна покомпактнее Там был экономический рост в тот момент, когда произошла революция Там внешней агрессии такой не было Она потом была А в Украине сейчас просто полный набор У нас все тоже за реформы Полный набор Все за реформы, никто не против Но с другой стороны, в Грузии реальной экономики не существовало Денег не было вообще в стране 14 месяцев пенсии не выплачивались Дороги не было, света не было, газа не было Так что намного худшее, хуже было Украине легче? В Украине есть финансы и внутри страны И есть очень серьезная поддержка из нее И самое главное А как только обещают? В Грузии почему обещают? Реально многое зависит от самой Украины Для того, чтобы Украина получила больше поддержки Они должны показать, что меняются Абсолютно верно Если не покажет страна, что меняется Никто не будет поддерживать Давайте прямо скажем Ни Америка, ни Европа, ни Германия, ни Грузия Никто за украинцем не сделает дело Самые украинцы должны сделать дело, конечно же Украинское правительство должно Кабмина реально заниматься делами Ежедневно люди должны Видеть, как меняется на глазах страна В Грузии так и происходило За первые 6 месяцев Грузия удвоила бюджет страны И началось все это с минусов Еще раз хочу просто повторить Так что надо начинать Не надо долго думать Реально надо начинать И не надо бояться ошибок Ошибки были в Грузии Тоже те, кто делает реформы Они допускают ошибки Из ошибок не бывает Дело не делается И плюс, я думаю, что есть практика Грузии Есть практика Европы Есть практика других стран И надо вот эти практики хорошо использовать Для того, чтобы ошибки были меньше и меньше А вот вы знаете Я позволю свои 5 копеек, как говорится, добавить От своего лица что-то сказать Я вот на этой неделе Был несколько дней в Вашингтоне И должен сказать, что Вот у меня были встречи в Конгрессе В Госдепартаменте В нескольких мозговых трестах Американских И вот главное, что я услышал Помощь финансовая Запада, Международного валютного фонда Отдельных стран Европы и Америки Возможно, только в том случае Это вот такой вот рефрен Будут реформы, будут деньги Будет помощь Не будет реформ На помощь не рассчитывайте Однозначно Потому что сейчас Очень хорошо понимают Партнеры Украины Если они будут давать Деньги на ту систему Которая сегодня в стране Это значит Они поощряют коррупцию Они не будут Из своих денег 30-40% Платить Карманы каких-то чиновников Которые зарабатывают на эти деньги Поэтому очень четко Они требуют Очень конкретной реформы Это в плане борьбы Против коррупции В плане дебюрократизации Дерегуляции Потому что сегодня В Украине Очень много функций У страны Когда коррупция в стране Когда у государства Слишком много функций Они участвуют в жизни Граждан Украины Ежедневно Порядка И очень интенсивно И этим забит Весь организм Самого государства Поэтому нормально Невозможно функционировать Начнется реформа В Украине Деньги будут И помощь будет И самое главное У Украины Есть очень огромный потенциал Не так уж как бы Завесит Украина От помощи Из вне Потому что Прекрасная географическая ситуация Большая страна Большой внутренний рынок Просто нормальные реформы Надо сделать Пороться против коррупции И самое главное Государство Не должен мешать Бизнесу развиваться Вот это самое главное А не то что бы Аккулия Вашкалова Спасибо Это было мнение Георгия Вашаджи Депутата парламента Грузии В прошлом Занминистра Юстиции Члена команды Саакашвили Который Как он сказал Консультирует Сейчас Президента Правительства Украины По Всему Кругу вопросов Связанных с реформами Вот теперь хочу Обратиться К представителям Позиции У нас здесь Александр Вилкул Вы критиковали Вот эту историю Про назначение Иностранных граждан Которые теперь уже Украинские Новоиспеченные граждане На должности В правительстве Но Вот у меня вопрос Ведь вообще-то там Вот Наталья Ереська Она украинка Она уже Давно с Украиной связана Много лет здесь работает То же самое Можно сказать Про Айвороса Абрамовичуса Который Тоже здесь давно работает До этого в России Работал Женат на украинке Дети у него Здесь родились Вот Ваша критика Она Не происходит Просто потому Что Вы критикуете Эту власть И все что По определению От этой власти идет Все Плохо Потому что Это ваши политические Противники Нет конечно Мы как все Украинцы Хотим чтобы Наша страна Была успешная И Чтобы мы жили В нормальной стране И в оппозиции Мы находимся В первую очередь Потому что у нас Резкое непринятие Курса войны И Курса развала Экономики Нашего государства Касательно назначения В правительство Если говорить про иностранцев Мы говорили Следующим образом Что Провластные партии Сразу идя на выборы Должны были Сказать Честно Что у нас Никого нету Для того чтобы Назначить на должности В правительстве Мы не можем Взять на себя Ответственность Поэтому мы будем Приглашать иностранцев Наша позиция Заключалась в том Что Мировой практикой Является Приглашение Иностранцев На должности Консультантов Советников Аудиторов Но все таки Ответственность за страну Должны брать на себя Украинские политики Что можно сегодня В сегодняшней ситуации Сказать Назначен Литовец Министром экономики У нас уже падение Промышленности В сравнении с Прошлым годом 20% Сейчас у нас В стране Энергетический коллапс Стоит более 100 крупнейших Предприятий Украины Что он сделает Когда Даже те Кто еще пытается Работать Они были до 100% Зависимы от Российских Энергетических поставок Построили этот самый Терминал Ну Плавающий терминал Они сейчас наладили Там фантастические У них успехи По части Использования Сырья Отходов По моему Сейчас уже До 40% ЖКХ У них Работает На этом самом На мусоре Грубо говоря И Практически Сократили полностью Свою энергозависимость От России Скажите Плохой опыт Нет Смотрите Это отличные опыты Это две разные темы Энергонезависимости Необходимо достигать Первое Снижением потребления Энергоносителей Второе С диверсификацией поставок В том числе Вы правильно говорите И морским транспортом И использование Там другого вида Топлива Альтернативного Торг Пилеты И так далее И так далее Это две В общем-то Абсолютно Разных темы Но Скажите Как могут быть успешны Даже самые лучшие Эксперты Если Реально нет реформ За 8 месяцев Ни одной реформ Если не работает система Если Радикалы До сих пор Находятся на улицах И Полностью Разбалансирована Вся ситуация Это А где радикалы На улицах Во всех городах Украины То есть Очень Популярно Сегодня Использование Силовых методов За которые Никто не отвечает Мы вместе с господином Вилкл Участвовали В одной программе Я в принципе К нему отношусь спокойно Он не радикал Не такой негодяй Как там есть Еще похлеще В его блоке И в мае 2013 года Вилкл Стоял Перед микрофоном И рассказывал Красивые речи О том Как Украина Скоро вступит В Евросоюз Подпишет договор Об ассоциации Он пел Такие песни Которые Сейчас Самые ярые Евроинтеграторы В Украине Не могут Себе Позволить Потому что Скромные люди И я тогда выступил Сказал Что мечтаю Только об одном Чтобы вам Всем украинским Чиновникам Под кожу Шили чип Что когда вы врете Вас било током Вы еще тогда Отзывились И потом Говорите Павел Ну зачем Ты на меня напинулся Я сказал Ну да Против вас Вы вроде Не такой Плохой человек Страдали в Белоруссии На машину гнали Вас там пограничники Держали Когда-то в долгие годы Мы вместе с вами От белорусов Пострадали Но именно Из-за этого Вранья И вас жизнь Ничего не научила Вот из-за этого Ну вот зачем Вы наезжаете Достаточно Успешно Уже в другой стране В прошлом Страна Губернатора Днепропетровской области Уважаемые Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги Уважаемые коллеги Восьмое место Если я не ошибаюсь Поднялись До 41 В простоте Всех процедур Которые с этим связаны Потому на те темы На которые я говорил Профессионально говорил Я этим занимался Поэтому вы здесь знали А не в Ростове И где-то еще подальше Поэтому Такие голословные обвинения Они наверное Интересны политически Но они под собой Не совсем имеют Прошло уже время Вот таких пустых разговоров Все-таки все должны Говорить правду И вы тоже должны Говорить правду Что еще произошло Такого в общем-то Я считаю Критичного На этой неделе Сегодня когда Выступает любой Провластный политик Лидеры То есть в каждом слове У них фактически Европейские ценности Значит позавчера Я думаю Что всем стало Четко понятно Что в провластной Коалиции Лидеры ее Это не европейцы Это и так было До этого понятно Но пытаются построить Что-то абсолютную власть И Такую тоталитарную систему Это когда 10% избирателей Украины Те кто проголосовал За оппозицию Были Была сделана попытка Исключить Из парламентского Процесса Путем того Что Все функции И функции Такие функциональные Там где что-то делится И контрольные функции Которые должны быть В оппозиции В парламенте Власть поделяет между собой Она теперь сама все делает И сама Себя абсолютно контролирует Если перевести на простой Человеческий язык Вы хотите сказать Что вы сейчас говорите о том Что оппозиционному блоку Не досталось ни одного Поста В президиуме Мы говорим про контрольные функции В комитетах Конечно И ни одного поста В комитетах и комиссиях Парламента В контрольных комитетах Еще раз говорю Оппозиционный блок Как оппозиция Всегда говорил Как это и соответствует Я не буду утруждать Там нормами И номерами законов Как это и соответствует Украинским законом Требует контрольные функции Требовал контрольные функции Это комитеты по свободе слова Права человека По борьбе с коррупцией Не комитеты В которых что-то делят Какие-то деньги И чего дальше будет Понятно А контрольные функции Ваши действия Что мы видим Сегодня После того как это произошло Сегодня мы видим Очень резкую реакцию Всех практически Европейцев То есть заявление Посла Евросоюза Господина Тамбинский Что это Не то что не Демократично Но даже не в правовом поле Такая ситуация Я сегодня Имел встречу С одним из лидеров Европарламента Ребекой Хармс Которая сказала Что Однозначно Это не может Даже теоретически Быть в Европе Я напомню Что Украина подписала Ассоциацию с Европейским Союзом А четко Нормативными документами Совета Европы Предусматриваются Механизмы Которые не допускают Абсолютной узурпации Абсолютной узурпации власти По-моему Та ситуация Которая сегодня Произошла Практически Она показывает Истинное лицо Власти Хорошо А давайте Сейчас спросим Здесь у нас Есть представители Здесь у нас Есть представители Коалиции Честно говоря Не хочу никого обидеть Но Сразу вспомнил Когда вот это случилось Историю Образца 2003 года На моей исторической родине В России Когда Единая Россия Забрала себе Победив на выборах Абсолютно Все посты Спикеры И всех Руководителей комитетов И комиссий Вот Я честно говоря Сейчас подумал Что вот главное Чтобы не дошло до того Чтобы потом Владимир Гройсман Сказал бы В один прекрасный день И вообще Верховная Рада Не место для дискуссии Как вскоре Тогда В 2003 году Сказал Сергей Грызлов Избранный От Единой России Пока мы видели драку в Раде Не драку Не драку Не драку Но тем не менее Поэтому Драка Первая драка Внушает надежду На то что Все таки Будет место для дискуссии Может быть Уйдет с фингалом А вот что Хочет сказать Андрей Ильян Пане Андрюю Доброго вечера Я Вы сказали Про членов коалиции Я не член коалиции Но Я хотел бы сказать Наступно По-перше Особисто я И решта Свободевцев В парламенте И многих Позафракционных Депутатов Патриотов Яки Тримаем Мы разом В парламенте Мы не голосовали За постанову Про комитеты Через то что Там 15 Керевных посад Першие заступники Заступники Секретарьи Віддали людям Яки голосовали Закони 16 січня И это категорично Несприйнятно Мы за такие речи Голосувати не могли Но У меня просто Одне питание И одна констатация Питание до Пана Вилкова Дайте пожалуйста Відповідь на запитание Так або нет Запитание наступное Вы вважаете Что Россия Агрессором По отношению До Украины Краина Яка развязала войну Так або нет Можете Відповідь на це питание Не можете Значит Ну дайте мне шанс Дайте мне шанс Дайте мне шанс Можете Так або нет Можете Сказать В Украине Идет В Украине Идет Гражданская война На стороне Одного Которая Участвует Россия В том числе И Своими тандартами Так вот Якщо людина Депутат Украинского парламенту Під час Российской агрессии Не може публично Сказать Що це є Краина Агрессора То це Опозиція Це є Пяток вона Яка не повинна Взагалі Сидіти в парламенте А повинна Сидіти в тюрьме І у нас Супер Пупер Демократична країна Що такі люди На жаль Я в парламенте Вот Погодите Вы кого не услышали Пока Мы услышали Пока На серпе с Андреем У меня есть вопрос Свобода не поддерживала В принципе Насколько я помню Правильно Помню Иностранцев В нашем правительстве Почему все же Вы отдали голоса За трех иностранных министров Ну По-перше Мы не віддали голосы Мы не голосовали за уряд Вы дали эти голоса Вы поддержали Вы поддержали полностью Про що вы говорите Давайте на сайт Верховной Ради Зайдем Подивимся Вы трошки помиляете Хорошо Все извините Значит Вы выступаете против иностранных министров Правильно Мы не голосовали за уряд В целом Но что стосовно Иноземных министров То моя позиция Дуже проста Мне кажется Что тут Есть певный элемент Показухи Потому что Я с повагою Ставлюсь До грузинского И до всех Досвятых Украин Где провели Реформи Эфективные Но Мне кажется Что например Для того Чтобы перекрити Угоду с Кипром По которой Идуть гроши В офшорные зоны Для этого Не треба Мать какие-то Супер знания Как бороться с коррупцией Это просто Треба взяти И зробить Так само Треба змінити Податковую систему Для этого Не треба Министры Иноземных Для того Чтобы это Зробить В этом смысле Ваша позиция Совпадает В чем Позиция Аппозиционного Блоку Можно Шукать Чорную кишку В чорной Кімнате Наша позиция За позиционным Блоком Не может Співпадать Потому что Вони за Российскую Агрессию А мы категорично Против За Украину Вони за Россию За Украину А по-друге Я хочу сказать Что Владе Зараз Дуже Вигідно Всех Тих Людей Яки Сьогодні Займають Якусь Ну Назвемо Так Критичную Позицию Змішувати Разом З оппозиционным Блоком И так Далее Бо Владе Дуже Вигідна Саме Така Опозиция Яка Насправді Будь-яка Адекватна Людина За голову Береться Коли Це Бачить Чує Але Треба Розуміти Що Вже В нинішньому Парламенті Це Показали Перше Засідання Є Серйозна Група Позафракційних Депутатів Патріотів Державницьких Ну Андрій Вас заподозрює Зволька В том Що Ви Хатя Бо В одном Вопросі Согласно С оппозиционным Блоком Якщо Вилку Знає Арифметику Я зваю Арифметику Це Ще Не є Проблема Правда Напевно Але 2 плюс 2 4 Це Не є Проблема Питання В принципових Питаннях Яких Очевидно Є Абсолютно Протилежна Позиція Все Понятно Спасибо Все Прошу прощения Как я Услышав Господин Вилкул Сказал Просто Было Много Аплодисментов Я повторю Пока Нет Аплодисментов Что я Услышав Вы сказали Что На ваш взгляд В Украине Идет На востоке Юго-Востоке Страна Гражданская Война В которой На стороне Сепаратистов Боевиков Террористов Как хотите Участвует Россия Не надо говорить Юго-Восток К сожалению В Украине Идет Один из самых страшных Которые могут быть Видов войн Это война Гражданская И на стороне Одной из сторон Участвует Россия В том числе И Техника В том числе И люди Войска Любой страны Которая На территории Украины Могут являться Только агрессором Ответ Однозначный Да Агрессор Да Пожалуйста Это Это неправда Это то что Россия хотела В грудь Для того показать Давайте правду Скажем Сегодня Россия борется Против Украины Это Россия Оккупировала Крым Это Россия Борется Со своими Вооружениями Со своими Деньгами Если бы Россия Не финансировала Этих бандитов Там бы Никакая война Не шла Это Мы Мы Бываем Грузию Россия Больше 20 лет Старался Не финансировал Якобы Сепаратистов И потом Играл роль Этого Каким Миротворца В конце Это закончился Бомбежкой Территорией Грузии Да Поэтому Давайте Все назовем Своими Именами Это Война Тоталитарного Путина Тоталитарной Ментальности Против Свободной Украины И вы В эту войну Дозвы Победите Прошу вас Аплодисменты Аплодисменты Смотрите Извините Нет Сомнений А можно Просто я Обещал Алексею Рябчину Он У нас Тоже Молодой Депутат Тоже Новое Лицо Так Сказать Свежая Кровь С Донбасса Да Почему Вы Сказали Что Не надо Говорить Юго-Восток Почему Вы Повторяете Российский термин Который Повторяет Все их дипломаты Во всех их газетах Юго-Восток Когда идет Событие на части Донбасса Причем не на всем Донбассе Только можно сказать Центрально Донбассе Который сейчас Соккупирован А Юго-Восток А Юго-Восток Это что У нас война В Одесской области Херсонской Этого нет Это цель Который Сыграет Россия Говорить всем Что у нас Юго-Восток В огне Нет Такого Не надо Алексей Извините Буду Следовать Вашим рекомендациям Часть Донбасса Тем не менее Не про Донбасс Хотел вас спросить А вот именно Как представителя Новой формации Молодых Политиков Я представитель Батькевщины Батькевщины Понятно Батькевщины Это да Но В Батькевщине Вы представляете Молодое поколение Украинских Политиков Вот ту самую Свежую кровь О необходимости Вливания Которую В организм Украинского Политикума Сейчас так много Говорится А вот вам не обидно Что Вас Не привлекли К работе Правительства Мне не обидно Я после Не завидуете Не завидуете Я Ни в коем случае Я знаю что Мои квалификационные Качества Позволяют мне Работать Как в министерствах Так и с министрами Что мы сейчас и делаем И те молодые профессионалы Выходцы из гражданского общества Уже предложили помощь Министрам Как и Вчерашним иностранцам Так и Так и новым министрам И старым министрам Мы с ними работаем Мы помогаем им И мы понимаем Вот вы лично тоже Я лично С кем именно На фракции мы встречались И с Натальей Рейско И с министром экономики И с министром энергетики Я работаю в комитете по энергетике Мы предложили им Все наши услуги Которые только может Коммуникации этих министров Продвижение их идей Положительных негативов Мы понимаем Что будет принято Очень много непопулярных идей Реформ Которые нужно будет сделать И мы понимаем Что министры должны полагаться В том числе и на нас Мы коалиция У нас больше 300 голосов И мы должны им помогать На нас это ответственность И если у нас не получится Возможно не будет страны И товарищи придут в классе Мы этого не хотим Мы показываем единство И мы хотим помогать этим министрам А вы за привлечение Иностранных мозгов В парламент Когда президент В своей речи это произнес Я думаю все коллеги Услушали такой гул Это было неожиданное решение За 5 дней мы успели его переварить За, против Это действительно Ну скажем так Инновационное решение До которого например Люди которые были раньше при власть Не додумались Потому что были Почему вы не додумались А потому что был критерий один Донецкий Я сам в Донбассе понимаю Они не нашли Донецкий В Грузии, в Литве Нет, вы смотрите Претензии к этим министрам Барягам Мы уже услышали Да какие-то Вот какие плюсы Хорошо, давайте говорить Например футбольными термиями Я болею за шахтера У нас тоже была дискуссия Когда пригласили первых бразильцев Начали говорить Да вы что развалят горнятский дух Пригласили еще Выиграли кубок Давайте мы формируем команду Эти люди которые могут принести свежие идеи Давайте не бояться Давайте пробовать По-моему страна находится в таком положении Что нужно не бояться делать Разные всякие решения Хорошо, Алексей А можно вас А можно вопрос Буквально одна реклика Одна короткая реплика О футболе Реплика у Вадима Карасева Да, о футболе Посмотрите В России капелла Так тренер футбольной сборной И Лучше его там не было По-моему А вот в Украине Сколько говорили Может нам тоже надо Иностранца тренера А вот нашли Михаила Фоменко Оказался очень хорошим тренером Может мы плохо искали Здесь в Украине Специалистов Понимаете в чем дело При всем Конечно Я помню И в Санкт-Петербурге Но не бояться Экспериментировать Делать Не надо бояться Понимаете Вы еще молодой человек Тут 23 года Экспериментирует 23 года Здесь Понимаете Можно еще 23 Экспериментировать Я бы Я бы Не поднимал шум Давайте пусть попробуют Так Все таки Имеем право Если мы призываем Вилкула Он когда брал его Билотоком И призываем его к правде Мы тоже должны Говорить правду Конечно Давайте говорить Поликолеп Лукавил Я не знаю Говорил не правду Я понимаю Что говорить в телевизор Какие-то ярлыки вешать Это ваша профессия Когда вы что-то пытаетесь Говорите Очень конкретно Ради справедливости Скажем правильный Паш История с иностранцами Это вынужденное место Давайте Ради справедливости Надо сказать Что господин Вилкул Неплохо руководил Днепропетровской областью Да Попал Да было такое Правда Правда Давайте Но я хочу вот На что обратить внимание Смотрите Все таки Грузинские реформы Не довершены Это незавершенный проект Поэтому многие сегодня Реформаторы в Киеве А не в Грузии И парадоксально Что депутат парламента Грузии Он не у себя Продолжать реформы А он приехал в Киеву помогать Мы сейчас будем обсуждать Грузинские реформы Сейчас второй момент Сейчас только Второй момент Так в Украине Были не закончены реформы Как они в Грузии Не закончены Нам можно дослушать Или нет Подожди Ну можно дослушать Вот дослушай А потом говори Уже говори Второй момент При всем уважении К опыту Литвы Балтийских стран Это небольшие государства Раз У них не было Такой тяжелой экономики как у нас. Два, Восток и Юго-Украины. Это в Грузии-то не было тяжелой экономики. Куда девать? И в Грузии не было, да. Это другая... В Грузии не было? Секундочку, секундочку. Это другая экономическая география. И три. Литва, страны Балтии, страны Чехии и так далее. У них была четкая перспектива членства в ЕС и в НАТО. И была финансовая помощь очень большая, Европейского Союза. А чего у нас нет перспективы ни второго, ни третьего? Нам кандидатство еще не дали. Очень много проблем в Грузии. А нам не дадут. А нам не дадут. Очень много проблем в Грузии. Вам не дадут. Очень много проблем в Литве. И даже в Соединенных Штатах есть проблемы. Я еще раз говорю. Да подождите, вывод, вывод, вывод. Еще раз говорю. Реформы нужно делать. Реформы нужно делать. Надо второе. Мы слово реформы, реформы говорим. А что такое реформы? Это смена формы. Политики и экономики. Какая у нас будет форма экономики? Какая у нас будет структура экономики? У нас же, смотрите, алинарки, которые контролируют... Главное, чтобы не социалистическое хозяйство плановое. А потому что... А скажу, почему проблема? Потому что... Мы говорим, что не социалистическое. Потому что выйти... Если бюджет посмотрим, это немножко социалистическое. Потому что выйти... Еще раз скажу, в чем проблема большая для Украины. Мы очень связаны были с тем, что называлось в советское время единый народно-хозяйственный комплекс. И выйти из него намного труднее. С этого единого народно-хозяйственного комплекса. Потому что это связано. Смотрите, ГТС, энергетика, тяжелая промышленность, машиностроение, которое ориентировано на рынок. Так мы иностранцев сейчас обсуждаем или машиностроение? Нет. Секундочку. Ну давайте еще один вывод и дальше пойдем. Хорошо. Давайте все. Мой вывод. Проблема. С сельским хозяйством можно пойти в Европейский Союз. Давайте пойдем. Нет, давайте обсудим иностранцев украинцев. Нет. Я говорю, давайте им сейчас. Я прошу прощения. Брейк, брейк. Потому что если дать членету с Карачевым спорить, то это будет продолжаться за конца победы. Я хочу спорить. Господа, спасибо большое. Я просто хотел всем задать вопрос, да, вот всем здесь присутствующим. Вот все-таки, ведь уже были попытки привлечь новых людей, людей со стороны, людей, которые были чужды бюрократической корпорации, людей, которые пришли с Майдана, из научной сферы, из продвинутого частного бизнеса, связанного с иностранными инвестициями. Шеремета Павел пытался, вот не путать с Павлом Шереметом. Павел Шеремета пытался что-то сделать в Министерстве экономики. Олег Муси пытался что-то изменить в Министерстве здравоохранения. Денис Бродский пытался поменять что-то в Агентстве по государственной службы. Тезис, который вам понравится, Евгений Алексеевич, и Красёву понравится. Всех вы можете нравиться, всех выжили. У меня есть тезис, который понравится всем критикам нового украинского правительства. Здесь я дую в ту же дуду, что и вы. Конечно, это неправильно или неприятно для украинского самосознания, что в такой большой стране мы не можем найти 20 гениев чистой истории. Может, не искали. Тем не менее, пока нам их не предъявили. И это, конечно, удар по украинскому самолюбию, и это сильный упрек украинской правящей элите. Но, с другой стороны, этот вопрос с иностранцами в правительстве снимает конфликт между премьером и президентом. Вы вспомнили Министерство здравоохранения. Вы вспомнили Олега Мусиева. Ради снятия конфликта мы должны идти таким путем. Это ради этого только. Но ради этого только приглашать и раздражать. И были разговоры о том, что на позицию министра здравоохранения претендует человек, которого подозревают в коррупции. Но вот грузинского министра Квиташвили никто не подозревает в коррупции. И грузинский министр первое время уж точно даже мысли не будет допускать. Мы их мало знаем. Прямо то, что мы их мало знаем. Их никто не знает. Вы меня не услышали. Я же по-другому спросил, что он не очень интересен. Вы как у Бендукидзе все знали. Каха Бендукидзе 30 лет жил на России. Каха Бендукидзе не был гражданином Грузии. Каха Бендукидзе был гражданином России. Но когда мы начали реформы, его пригласили, Грузию натурализировали, назначили министром экономики. И он был одним из главных звенов именно в реформах, которые мы сделали в Грузии. Несмотря на то, что он не жил в Грузии. Но, кстати, это не только в Грузии происходило. Сегодня глава, президент Национального банка Англии, гражданин Канады. Так что это не первый пример, что Украина делает... А еще в Грузии был министр иностранных дел. Министр иностранных дел. Как и посла в Францию, мы прямо назначили министром иностранных дел. Я про другое говорю. Господа хорошие, я прошу просто услышать. Я же говорю про то, что не получится ли вот с новыми этими министрами, как с теми, кого корпорация бюрократическая оторгла. Дело в том, что, вот посмотрите, я согласен с Георгией говорил, и он очень правильно заметил о том, что сказал, что есть желание у власти. А мы говорили о политической воле. А что такое желание? То есть, вернее, я бы сказал, он, вернее, сказал, понимание есть. Понимание того, что нужно проводить реформы. А воля – это желание. Вот я общался с Гройсманом, общался с Павлом Шереметтом. Вы это, я просто хочу вас представить, Максим Ботченко, журналист еженедельника «Новое время». И все они высказывают о понимании своем. Но мы не видим такого желания, то есть воплощения всего этого. Я общался с грузинскими своими знакомыми, коллегами в сфере, из-за того, что назначен у нас новый глава Минздрава, и в будущем, может быть, помощница главы МВД. И все они говорят, что они ничем примечательными не были. Но примечательными были сами реформы. И та воля, которая была, желание, и та мощь, которая была воплощена в них. То есть, здесь дело даже не в личности. Здесь не нужно, ну, по большому счету, давайте признаем, нам не нужно было искать иностранца. Нам не нужно было кого-то приглашать. У нас действительно могли бы быть... Ваномир Абешвили, автор реформы. Да, ну, вы перебиваете всех. Я просто вспомнил, вы сказали, что Ваномир Абешвили, он бы в Грузии, в Украине не продержался. Потому что он был не оратор, он говорил плохо и на грузинском языке, и на английском языке, и, конечно, его бы современные украинские ораторы просто бы истражали. Да, я интересовался о том, что он сделал, и реформа, и сама суть была, то есть, выписана до него, и он как бы продолжатель был этих действий. Но дело совсем не в этом. Дело в том, что есть желание, вернее, есть понимание, нет желания. И вот когда мы сконцентрируемся на том, что желаем ли ему, наконец-то, перемен. То есть, желаем ли... Вот Вилку, да, вот, как человек, который знакомый с работой госструктур, и люди, которые мне рассказывают, о том, что человек приходит на должность, у него столько возможностей для того, чтобы обогатиться без ущерба для своего имиджа, что просто люди не выдерживают, да, вот, система, они все констатируют, что есть система, но никто не говорит, как мы сильно хотим ее изменить. Мы все понимаем, но не делаем, да, вот. Вот в этом проблема, а не в личности, как в иностранцах, и все в основном. И я добавлю... Почему так вы распределяли комитеты? Потому что, что же... Сергей, Сергей, Сергей. Честно говоря, я вот это слушаю, да, экспертное средство... Сергей Мишенко, я прошу прощения, я хочу уточнить. Вы еще коалиции не примкнули? Я не примкнули. А вы знаете, потому что фракционный же неможливо в коалицию вступить, потому что так прописана коалиционная угода, что только фракции могут быть коалиции. Я просто уточняю, я просто уточняю. Потому что это не было. Это уже иное вопрос. Нет, ну это же интересно. Давайте, ну вам интересно, мне интересно интересно. Я думаю, людям интересно интересно. Совсем и другие вещи. Вы знаете, мы тут говорим уже месяц про посады. Про посады в кабинете министров, по посадях в комитетах. Вы знаете, нужно политику в первую очередь показать, что он любит Украину, а не любит посады. Это первое. А по-друге, вот я особисто не претендую мне никаких посад. Мне этого не нужно. И, честно говоря, призначитесь хоть пингвина. Но людям требует результат. Они, если это уряд, и эта коалиция справится, ее будут аплодировать. А если она не справится, то тогда их погонять. Это самое главное. И не место сидения, коалиция, не коалиция, визначает работу политика и депутата. Вот я могу навести пример. Конечно, вся страна его знает. Три дни тому опубликованный закон, который дал один из самых больших коррупционных схем. Он единственный распределал этот закон, который дал один из самых больших коррупционных схем. Это когда люди платили десятки тысяч своих гривен за свою дом, за свою квартиру, за свою землю, за свою землю, за свою землю, так звану спадщину. Пять с половиной лет я на это втратил. И мне не нужно было посадить, ничего. Я боролся с коррупцией без всяких посад. И сейчас мне этого не нужно. Потому что таких коррупционных схем еще десятки. Поэтому, на что мне быть министром, на что мне быть главой комитета. Я про посади взагалі не думаю. Треба показать свою работу, что ты можешь это сделать и бороться. Людям сейчас важливо. Результат и быстрый результат. Чи будет сегодня скасована пенсийная реформа, то, что обещали на всех Майданах. Чи будет депутатский интерпретарь, я буду особистым. Вы же подали этот закон. Я буду, да, это мой законопроект. Правильно, это мой законопроект. Хорошо, не важно. И я буду, да, обовязково. Потому что я был автором законопроекта, за которого не хватило два голоса всього. За знятение депутатского интерпретарь, за пенсийную реформу, в том числе. Тому я обовязково это сделаю. Я буду добиваться незалежно от любых посад. Всего. Больше того вам скажу. Людей зараз писали, більше. А як сейчас уряд справится с отключениями электроэнергии? Як зараз, потому что, на жаль, в новом округе вси населенные пункты отключают. А кончу заспу, там даже живут чиновники, и не отключают чему-то. Я взагалі не понимаю. О три дни назад продали, фонд Держмейна продав Черновицкий обленерго. Кому продав? Кому? Бабакову. Это российский олигарх, друг Путіна. Я взагалі этого не понимаю. Я взагалі. Я взагалі. Я взагалі. Я взагалі. Продавали три дни назад. Це в пресі є до свободному доступу. А тепер хай вони подяснять кіборгам, які сидять в Донецьку, чому влада нашим окупантам, які підтримують тих, які борються проти нагресорам, продають стратегічні об'єкти. Я цього не можу розуміти. І тому я можу сказати, що да, я даю шанс цій поліції, цій владі, для того, щоб вона показала швидкий результат. Але якщо я буду боротися за інші закони, за списування поліційної реформи, за земельні реформи, за інші корупційні, щоб подавати корупційні схеми, 5,5 років, як я боролся за складчину, то повіте мені, я швидко буду вже в іншому, не в коаліції, а в опозиції і буду її критикувати. На жаль, не тільки назва опозиційний блок є опозицією. На жаль, всі хочуть, хто критикує, примазати до тих, хто голосував за 16 число, примазати до тих, хто був в партії регіонів. Але є там конструктивні сили, є люди, які можуть створити опозицію. І мені нагадують, що ви сказали про Росію, це так. Але в нас ще є Білорусь, де немає опозиції. Я не хотів би, щоб у нас не було опозиції в нашій країні. Тому що конструктивна опозиція і дійсно реальна, яка буде вказувати, тикати пальцем там, де влада не буде справлятися. А ви готові бути конструктивною опозицією, Олександр Юль? Вопрос прозвучав, извините. Будете ли ви конструктивною опозицією? Власне опозиційний блок, в отличие от власи, має чітку свою программу действий і внес 8 законів, дуже важний пакет, в парламент в перший день його роботи. Це і отмена пенсіонна реформа, і індексація пенсії і зароботних плат, і мораторий на повышення коммунальних тарифів цен на продукты питання. А що вони захотіли возглавити соціальний комітет, який вам предлагали, якщо ви предлагаєте соціальний закон? А що вам действительно предлагали? Да нет, у молодого чоловіка, наверное, какая-то інформація. Нормальна інформація. Регламентний ви не взяли. Потому у нас как раз є чіткий план действий, і ми надеємся, що в цій правовласній коаліцій хватить все-таки здравого смыслу і інсимтосамосохранення за них проголосувати. То, що касається вопросов сотрудничества. Во всех, то есть мы готовы сотрудничать в парламенте по вопросам, которые связаны с установлением мира, с повышением уровня жизни людей і с борьбой з коррупцією. То есть вот это те вещи, по которым мы готовы сотрудничать. Олег, я прошу прощения. Олег Волошин давно просил слово. Про вас я тоже помню. Гости дорогие, там у нас в задних рядах сидят гости, которые непременно переместятся в передний ряд, я вам обещаю. Да, два момента по поводу иностранцев. Моє глубокое убеждення, що включення іностранців в кабмин – це дымовая завеса, которая прикрыває абсолютно советський способ формування этого кабмина. То есть, якщо кабмин формирується кілеїно, на кулуарних переговорах между личною ценником і личною Порошенком, і депутат узнав только сутра о том, хто в этот кабмин буде входить, а в біографії, роздаваємо вице-прем'єра, смішні ошибки, що стаття з Вікіпедії, то також у всіх американців назначив этот кабмин, він все равно буде советським кабмином. Потому що це кабмин, який отображає желання двох людей полностью управлять цей страною. В общем, главная проблема – это кабмин, потому що ці люди тільки будуть прикрывати, по сути, то, що ни на що не влияє. Олег, Олег, а можна я вас просто попрошу остановитися, я вам обязательно дам слово про додатку. Просто к тому, що ви говорите. Можете показати результаты голосування на нашому сайте, режиссеры дорогие? Вот, смотрите, отношение к новому правительству. Чем запомнится правительство? Голосуємо ми на сайте подробностей. Більше всього, говорят, запомнится дефолтом. Ну, понятно. Просказывают грядущий реформ. Реформами, иностранцами, скандалами. Ну, вы цифры сами все видите. Олег, продолжайте, пожалуйста. Ну так вот, то есть поймите, что... Это как, просто иллюстрация, настроение. Я бы, например, слегка легко бы понял, если бы взяли топ-менеджера, там, Shell, Chevron или там ExxonMobil и назначили главой «Нафтогаза». Или взяли какую-то успешную грузинскую реформатора и назначили главой налоговой или таможней основных коррупционных источников. Назначают министерства. Ну, это не самые последние, конечно, министерства, но и не самые главные с точки зрения борьбы с коррупцией. То есть, вот в чем вопрос. Мы тут обсуждаем абсолютно вторичный вопрос. Я ничего не имею против этих конкретных людей. И тут даже можно отложить в сторону национальную гордость, что я, как историк международных отношений, не знаю в 20 веке, там, вообще за последние 300 лет, наверное, ни одной страны, где бы в правительство официально входили граждане и страны государства. Такого не было даже в Цинском Китае во времена наибольшей зависимости от полонарийных стран. Не, не, ну что уже? А, это, это, это можно отложить. Вот ключевой момент для меня, это действительно, я хочу понять, по какому принципу эти люди туда попали, кто их отбирал, кто с ними договаривался, что им обещали. Если госпожа Ерейска с одной стороны говорит, она все-таки украинка, так это же плохо на самом деле. Мы же так как раз хотели человека, который ни с кем не связан, а человек тут 20 лет живет. Но она истиническая украинка. Она истинская украинка. Она истинская украинка. Она истинская украинка. Он может 20 лет жить в Украине и не быть повязанным никакими деловыми, ни другими связанными здесь. Но очевидно, что эта женщина с чем-то связана. Понимаете? Или Абрамовичу. Вы верите, что человек делал бизнес в Украине и ни с кем не связан из политиков? Но это бред. Так не может быть. Вот если бы реально взяли вчерашнего или действующего министра правительства Литвы, который подал сегодня в отставку, переехал в Украину, получил контракт. Для этого даже закон можно было поменять. Провел реформу и уехал через год. А Абрамовичу останется еще и мустишить еще. В прошлом профильный министр, успешный министр здравоохранения в правительстве у Саакашвили. Правильно. Так вообще давайте просто Саакашвили президентом сделаем и все. Он же реформы провел. Ну в конце концов, что мы мелочимся? У меня вопрос, Алексей. Алексей, вот я затронул уже эту тему, что нам обещали публичное обсуждение кандидатов в министры. Ладно, бог с нами, с избирателями. Мы уже привыкли, что нас обманывают. Это правда? Только честно скажите, что и вы узнали кандидатов на министерские кресла минут за пять до голосования. Не, ну это чересчур. Мы имели возможность как фракция пообщаться с теми министрами, которыми мы хотели. И у нас была такая возможность. У всех фракций пообщаться с министрами. Мы узнали о том, что будут иностранцы за несколько дней до этого. Конкретные кандидатуры обсуждались. Был один момент, который при голосовании, когда поставили сразу, давайте проголосуем Кабмин без обсуждения. Я не голосовал за это, потому что это неправильно. Было желание для того, чтобы люди Украины увидели тех, кого мы как коалиция выдвигаем. Чтобы эти люди постояли возле трибуны, сказали, кто они, что они. Чтобы они ощутили ту ответственность, которая есть без населения Украины. Мы там каким образом обсуждались. У нас там несколько человек с коррупционным шлейфом. Шельф около шести. Пять. Ну, например, там Николай Княжицкий, которого в прошлом году называли врагом прессы, и которого лично я, как бывший журналист канала ТВАЙ, могу обвинить в рейдерском захвате этого канала. А он за духовность будет. Да, теперь он у нас будет главным духовником, я бы так сказал. Так это же комитет руководства. Это не правительство. Нет, я спросил, а как было с комитетом? Мы говорим о правительстве или о комитетах. Это две разные вещи. Обсуждаем правительство. Алексей, вот я хотел вернуться. Прозвучала фамилия Экис Гуладзе, да? Вы сказали, что... Экис Гуладзе, которая работала в МВД Грузии. Поправьте меня потом на Георгию. Она была замминистром Вану Миробишвили, который был министром МВД. Играла очень большую роль именно в проведении реформ. Она лично участвовала в этих реформах всех абсолютно. Вот сейчас в социальных сетях... Кстати, через ОСЕД она была последние несколько месяцев консультантом для правительства Украины тоже и знает реальную ситуацию. Так вот я хочу сказать, что смотрите, послушайте все, господа, внимательно. В социальных сетях на протяжении нескольких дней активно обсуждалась тема того, что якобы министр внутренних дел Арсен Аваков противодействует назначению Экис Гуладзе. И его помощник Антон Герасченко выступил со специальным заявлением. Послушайте внимательно, что это все, как говорится, ложь, что это придумал Черчилль в 2018 году. Это я своими словами перескажу. Далее цитата. Министр внутренних дел Арсен Аваков приветствует квалифицированную помощницу в той реформе МВД, которая разработана группой правозащитников и утверждена кабинетом министров. То есть я это читаю так. Реформатором будет Аваков, а Экис Гуладзе у него будет на посылках. Так легко не выйдет, Сэкаль. Так что она, конечно же, будет участвовать в самых реформах. И я надеюсь, потому что это единое решение. Это не решение, насколько я знаю, без Авакова, без президента, без других участников в этом процессе. Так что я надеюсь, что будет единое видение насчет реформы. Реформа, утвержденная кабинетом министров. Я к чему клоню? Что кого бы ни назначили, какого-нибудь замечательного, простите, семипяди во лбу иностранного специалиста, даже, там я не знаю, который только что возглавлял Эксенмобил, а теперь стал там руководителем Минтопэнерго. Или человек, который только что там еще чего-нибудь возглавлял и по профилю пришел работать на какой-нибудь пост в Кабмине. Мы бы нашли за что критиковать. Нет, просто бы ему сказали, вот мы сначала утвердим твое предложение всем Кабминам, а потом будешь работать, а не утвердим. А наше есть, извините, вот ваша фамилия скоро путали, господин Шеремета. Но вот это та же история. Человек пришел с чистой биографией, западным образованием и так далее, через пару месяцев ушел, заявив, я не способен бороться с системой. А литовец способен. Ну давайте же не будем сами себя обманывать. От того, что у нас человек с литовской фамилией, знаете, помните, как Путин сказал про... Подождите, помните, как Путин сказал про одного губернатора в Украине, как сказал про одного губернатора в Украине, у нашего Абрамовича кинул. Только я очень не хочу, чтобы кто-то из олигархов кинул теперь Абрамовичуса. Это про кого он так сказал? Мы не будем, мы знаем про кого он так сказал, да? То есть, я уверен, что... Да про Коломойского. Да про Коломойского. Боятся назвать фамилию. Я уверен, что если Абрамович обломал зубы о наших олигархах, то Абрамовичус уж точно. И поэтому не в фамилиях дело. Да, сейчас секунду, вопрос, вопрос. Да, если можно, я вам задам вопрос, да, вот перед тем вы сказали, что будет помощником очень опытный специалист в реформировании Министерства внутренних дел Грузии. Она будет своим опытом делиться с Аваковым. Так вот, как вы думаете, вы же знаете, как произошло в Грузии. То есть, в один день не стало ни одного милиционера в Грузии. Ни одного. Не гаишника, гаишника не стало. Всех уволили. Да, то, что мы слышим, то, что заявляют нам, и мы слышали здесь президента Саакашвили на прошлой программе, он об этом заявил. Что у нас стало, не стало сразу же, моментально. И потом мы набрали меньше новых, качественных. Как вы думаете? Зарплату больше. Больше зарплату. Будет ли слушать реформатор Аваков, помощника бывшего замминистра МВД Грузии, о том, чтобы он взял и вот всех... В Грузии реформы проводились, в том числе в МВД. А тех, кого уволят, они в боевики пойдут. Реформы как проводились? Создавалась новая структура, новая система. Начинается рекрутинг новых кадров. И мы отказывались от старого, да? Создалась система патруля, которая не просто ГАИ, а плюс еще первый, как бы, приходит, если что-то происходит, не только на дороге, и криминал какой-нибудь есть, они как бы фронт-офис для МВД. И после этого отказались просто от старой системы ГАИ. И именно из-за этого вышло, что очень быстро перешла система, за несколько дней реально перешла система в новое русло, да? Что касается Украины, я думаю, что, я надеюсь, что Уэка Згуладзе с Аваковым, с другими его партнерами будет согласие, они реально будут делать реформу. Почему? Потому что я думаю, что и Аваков, и Кабмин, и члены парламента, все понимают, что если страна не будет реформироваться, просто ничего не выйдет в этой стране. Потому что экономический кризис будет все больше и больше, проблем будет все больше и больше. Так что, я надеюсь, что на это будет согласие реально это все происходит. Резкие решения, конечно же, нужны. Конечно же, нужны. И один момент я обязательно должен сказать, это Каха Бендукидзе тоже часто говорил. Три категории нужны сегодня участникам в этих процессах. Первая категория реформаторы, о ком мы сейчас говорим все. Вторая категория это те, которые контролируют беспредел. Это правоохранительные органы, которые ловят коррупционеров, сажают их в тюрьме. И если даже иностранный министр начинает или замминистр начинает зарабатывать деньги, знаете, что надо делать? Посадить в тюрьму. И тогда уже для всех будет пример, что не надо зарабатывать деньги. И третья уже... Не они, а многие. Так и происходило в Грузии. В Грузии некоторые, когда в 2003-м пришло национальное движение, вот эта коалиция пришла во власти, некоторые парламент, члены парламента подумали, что сейчас они могут зарабатывать деньги. Но когда двоих посадили, потом все поняли, что все, закончился, больше нельзя зарабатывать. Надо уже меняться. Другого шанса не будет, да? Или же можно сидеть в тюрьме. И третья категория – это политическая поддержка для этих двоих. Вот эти три условия нужны для того, чтобы сработала система. И самый главный враг – это опять и опять коррупция, которая сегодня есть в стране. Я прошу прощения. Вот давно поднимают руки задние скамеечники, так сказать. Задние скамеечники в рамках первой части нашей программы. Я хотел бы, чтобы вот с помощью Алексея они высказались. Давайте начнем с Егора Фирсова. Да, пожалуйста. Егор Фирсов – это депутат от блока Петра Порошенко. И он тоже донецкий. Он тоже донецкий, да? Ребята, я прошу вас, господа, только коротко, потому что потом у нас будет возможность. Я очень коротко, я хочу сказать о том, что я внимательно слушал дискуссию. Меня на самом деле удивляет позиция там и господина Вилкула. Ну слушайте, эти товарищи были у власти три с половиной года. И мы совершенно не увидели вообще никаких реформ. То есть они не имеют права вообще каким-то образом критиковать. А те, кто сейчас у власти, до этого тоже были у власти. И тоже там года три с половиной, как минимум. У нас за 25 лет уже все были власти несколько раз. Что касается того, как подбирают кадры. Ну, вы знаете, с 2010 года по 2013 год у нас был один критерий по подбору. Точнее два. Первый – это Донецкая, второе – лояльность к президенту. Все сваты, кумы, браты занимали ключевые позиции в правительствах. И вплоть до того я расскажу такую смешную историю. Банчик Януковича возглавил районную администрацию в Донецкой области. Вот это до смешного доходило. Что касается... Ну что здесь плохого, если мы пытаемся взять людей не из системы, приглашая их? Здесь же, ну понимаете... Плохого ничего нет. Просто я, например, все пытался услышать ответ на вопрос. А где гарантии того, что эти люди в этой системе выживут? Вот, Евгений, я с вами согласен, но здесь нужно в таком случае обсуждать больше не форму, да, мы сейчас обсуждаем персон, а результат. Вот правильно затронули, например, вопросы МВД в Грузии. Ведь реформа, на самом деле, это конечный результат. Каким образом там проводилась реформа? Действительно, в один день... О возможных результатах в следующей части программы поговорим. Просто мне хотелось бы, чтобы высказался коротко Виктор Голосюк от радикальной партии Олега Лешко. Шановные коллеги, я хотел бы нагадать, что до выступа президента еще за несколько дней лидер радикальной партии запропонувал запросить закордонных фахівців команду цілісную для менеджменту, такого важливого напряму, как митница. Потому что это действительно тот напрям, где можно показать результаты, где можно сделать автономную реформу, увеличить наполнение... Ну да, там можно или хорошо обогатиться, как известно, или действительно побороться с коррупцией. Ну, вы знаете, если взять фахівца из Немеччины, або из Австрии, або даже из Грузии, то я думаю, что это было бы сбогачение для государства и джерело, в том числе, для социализации экономики. Это первый аспект. Другой аспект по залучению закордонных министров. Что очень важно? Дуже важно, чтобы они проводили политику в интересах украинской государства. Национальную, в том числе и экономичную политику. В коалиционной угодке закладены соответствующие положения. Поэтому и закладены пункты ответственности в случае того, если политика Кабинета министров будет расходиться с тем, что закладена в коалиционную угоду. Поэтому коалиционная угода – это фундамент для программы ДИУ и есть механизм ответственности. Поэтому я думаю, что есть очень важный шанс сегодня, чтобы фахівцы с закордонным опытом показали свою компетенцию в интересах Украины. А если этого не будет, то это будет очень плохо и будем это выполнять. Спасибо большое. Мы разговор об этом продолжим, обо всем в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Спасибо за аплодисменты. Это программа «Чёрное зеркало», вторая её часть. Как всегда, программа подробностей по пятницам представляет своё политическое ток-шоу. Сегодня мы выходим немножечко в неурочное время. Уж извините, это от нас не зависело. Я напомню, мы сегодня обсуждаем новый состав правительства, новое руководство Верховной Рады, появление в нём вчерашних иностранцев, новоиспечённых украинских граждан. У нас поменялся состав, кое-кто нас покинул, но в основном все те же гости в студии. Я хотел бы вот резко сменить тему. Просто было ещё несколько очень важных событий, которые произошли уже не в самой Украине, а за её пределами. Но имеют к Украине самое непосредственное отношение. И в частности, на мой взгляд, очень важное событие, о котором мало говорили, потому что все были здесь увлечены формированием кабинета, появлением новых лиц. А между прочим, не знаю, согласится ли со мной Олег Волошин, он у нас сегодня здесь главный специалист по международным делам, Путин объявил о том, что Россия отказывается от продолжения проекта «Южный поток». Напомню, «Южный поток» – это проект, с помощью которого Россия пыталась обойти своими газопроводами Украину и тем самым сделать, как говорится, не самый лучший подарок украинскому народу. Это действительно невероятно важное дело, событие. Почему? Дело не в самой трубе. Что такое «Южный поток»? Это, наверное, самый политизированный инфраструктурный проект за последние... Мы не знаем, там, вроде бы со времен строительства Советского канала еще. Это колоссальный механизм коррумпирования элит всего южного фланга Европейского Союза. То есть, по сути, на трубу собирались и насаживали и болгарскую элиту, и венгерскую, и итальянскую, и австрийскую, и сербскую, и так далее. То есть, отказ от «Южного потока» – это не просто газ, это признание того, что Россия начинает проигрывать вот этих вот своих, казалось бы, уже закрепленных за собой союзников внутри Евросоюза. И это очень важное развитие, очень важно для Украины, очень обнадеживающее, потому что ситуация, когда... В какой-то момент, мы это все, думаю, кто наблюдал за международными событиями, видел, когда Венгрия, Болгария, Австрия, вопреки тому, что там даже Гранда, даже немцы уже говорили, да, надо наказывать Россию, они вскакивали и кричали. Нет, никаких санкций не будет, ничего не будет. Почему? Потому что эти страны маленькие были подсажены на это, в том числе на «Южный поток». Там есть и другие проекты, но ключевой это был «Южный поток». И то, что сегодня Путин отказался от «Южного потока», причем обидчиво, напрямую возложив вину за это на Болгарию, а вот помните, курица не птица, Болгария не заграница, 16-я республика и так далее. То есть фактически там братушки, ближайшие союзники России, исторические в Европе, сегодня Путин прямо говорит, что у них нет суверенитета, их задавили и пусть сами разбираются в своей экономике. То есть это признание того, что Россию выталкивают из Евросоюза. Это что, новая эпоха начинается в европейской политике? Да, потому что Ангела Меркель и другие поняли, что у них там в собственном хозяйстве не все хорошо. Что ненормально, когда президент Чехии Земан выступает с заявлениями, с которыми редкий депутат Госдумы пропутинским выступает. Когда Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, говорит, что мы не мыслим себе европейскую цивилизацию без России. То есть в какой-то момент немцы осмотрелись, поняли, мы их кормим, мы их приняли в Союз, а работают они на Москву. И сейчас начинается противоположная тенденция передавливания в другую сторону. Поэтому отказ от «Южного потока» это действительно огромное стратегическое поражение России, политическое, а не столько экономическое. Несколько политическое. Ну а как вам речь Владимира Владимировича по поводу Крыма прежде всего? Не, ну речь Владимира Владимировича это такое, знаете, называется «прорвемся», вопрос «куда», да, непонятно «куда». Ну то есть это такая вот речь, вот все плохо, но будет все хорошо. Не знаем как, но как-нибудь будет. Не, ну а сравнение Крыма с Храмовой горой? Ну это уже такое, то есть, знаете, уже, знаете, ради красного слова не пожалею отца, то есть реально, конечно, смешно, потому что князь Владимир был киевский князь, и тем самым Путин невзначай только подтвердил исторические права Украины на Крым. Ну, 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 но на самом деле ключевой... И сравнение с Храмовой горой, кстати, не самое удачное, из-за Храмовой горы сейчас может вообще новая Ближневосточная война начаться. Но, в принципе, важно не то, что он говорил, а атмосфера, то есть вот если речь там, это речь победителя, там, Мартовская, когда он выступал, там, реально эти 18 или сколько раз его овациями прерывали, зал вставал, и это было, в принципе, во многом искреннее, да, не из-за подобострастия, то сейчас окружение сидело с угрюмыми, задумчивыми лицами. То есть, потому что, на самом деле, мне кажется, сейчас мы в Россию уже никому не весят. Но 39 раз по отмазке проаплодировали. Так нет, я не знаю, вы обратили внимание, кто-то из журналистов следил за тем, как колебался курс рубля во время непосредственно выступления Владимира Владимировича Путина. Как только он начал говорить в очередной раз про то, что Крым наш и вообще это наша храмовая гора, рубль сразу, значит, начал валиться. А потом немножко приподнялся, когда Путин начал говорить что-то позитивное об экономике, что, типа, там, не допустим, чтобы давили на бизнес, немножко приподнялся, а потом опять ухнул вниз. Но речь от проекта была слабая, противоречивая. И первая часть была такая агрессивная. И, казалось бы, если он так начинает, и что Запад нас не поставит на колени, и Крым наш, то чем же он тогда закончит? Может, прямо из кремлевского зала они колоннами пойдут на фронт? Вот такое было в начале ощущения. Как в 41-м. Да, как в 41-м. А потом все это заживалось, заживалось, и это было явно на разрыв мозга, потому что, с одной стороны, у нас будет полная свобода, он говорил, и либерализация, а с другой стороны, жесточайший контроль за ценами. С одной стороны, будем привлекать инвестиции, с другой стороны, накажем, кто спекулирует рублем, разведка знает, вот, кто спекулирует. И ни слова не сказал про Чечню, где в этот момент в Грозном шли бои, и сгорело здание Дома Печати. Упомянул, пошел погонул, но вскользь. Ну так, вскользь, да. А над Москвой, говорят, в это время летали вертолеты. Да, и все вот так развели руками, и что? И вообще в Кремль он сам проехал среди ночи. Видно, что в России абсолютно у всех, у кого есть мозги, просто все понимают, что они погрязли в очень, как бы, большой проблеме, да. Да, реально сейчас, в чем реальное дело? Цивилизация, цивилизованное общество, свободное общество решило, что такая Россия с таким Путиным, с таким тоталитарной системой, да, это большая угроза для всех. Именно из-за этого многие критиковали Европу, Америку, что эти санкции не помогут. Но реально мы смотрим, что ежедневно рубль падает, ежедневно серьезные проблемы в экономике России, ежедневно они должны тратить миллиарды просто для того, чтобы как-то состояться. Ежедневно цена на газ, на нефть падает, да. И, если честно, я вспоминаю, как бы, я тогда был маленьким ребенком, но читал об этом, да, как распал Советский Союз. Как бы, есть похожий сценарий насчет России и так далее, насчет России, да. Сейчас, давайте-ка, Ангела Меркель, который считался, что Германия как-то партнер России на европейском, так сказать, рынке и так далее. Ангела Меркель иногда говорит, что, может быть, надо ужесточать там санкции, да. Так что реально цивилизованное общество решило. Нет, подождите, Георгий, Георгий, я хочу выступить в роли адвоката дьявола, а потом вам дам слово. Опять-таки, вот мои впечатления от поездки в Америку, в Вашингтоне. Очень многие говорили, что, слушайте, нет уверенности в том, что вот жесткие санкции против России, попытки Россию изолировать, или, скажем, возможное оказание военной помощи Украине не приведет к тому, что Путин будет вести себя еще более агрессивно. Военная помощь не нужна. Сейчас реально борьба должна перейти в экономический русский. Правильно. 33 триллиона экономика Европы и Америке. Всего же 3 триллиона экономика России. Очень много Financial Times, это как бы основная газета делового мира. Публикации на этой неделе о том, что, слушайте, санкции непродуктивны, надо бы все-таки еще раз над этим подумать. И опять-таки говорят о том, что есть целая профессия в Германии людей, которых называют... А? Называется Руслан Ферштейр, пониматели России. Путин Ферштейр. Она и про Путин Ферштейр. Путин Ферштейр. Читали, да? Извините, цифры о себе говорят. И как бы капитал не входит сейчас, инвестиции не идут в Россию. Наоборот, все хотят вынести капитал из России. Самые олигархи, которые в России, они видят, что их бизнес проваливается. Ежедневно их акции дешевеют. Ежедневно проблема у России, в России, как бы, они даже начали говорить о талонах. Талоны, чтобы выдавать, чтобы просто там, как бы, распределять основные продовольствия, да? Так что, реально это и есть. Как мы можем сказать, что санкции не действуют? Санкции действуют. Может быть, мы хотим, чтобы эти санкции были еще жестче, да? Я не думаю, что сейчас Европа или Америка должны начинать войну против России. Это неправильно будет, потому что это гибель миллиона людей, да? Это уже мировая война. Я не хочу мировую войну. Но войну с экономикой, в плане экономики, да, и Россия проиграет эту войну. Знаете почему? Потому что они намного меньше, несколько раз меньше, чем экономика Европы и Америки. Но здесь вопрос только в том, когда Россия проиграет эту войну. Это зависит, кстати, это зависит от Украины только. Знаете почему? Вот предыдущий гость говорил, что вот член парламента Грузии, он сейчас в Украине. Знаете почему я? Я тут. Я думаю, что сейчас линия фронта в Украине. Если Украина состоится, если Украина начнет новую волну, реформ, эта волна проглотит и Путина тоже, и его режим тоже. Потому что россияне тоже захотят жить в нормальном демократическом обществе. А не там, где они получатся. Есть это сейчас. За счет Грузии. Медведев, Медведев был вынужден признаться, что реформы в Грузии, да, у них получился. Но он всегда говорит, что знаете как, Россия большая страна, и у нас те же реформы не сработают. Если реформы сработают в Украине, они уже не смогут сказать, что из-за размера там мы не можем такие же реформы там делать. Людям там тоже надоело реально та система, тот режим, который существует. Это показывает и чеченские события, что происходит, что было на дне. Есть опасность. Да, 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 секунду. Большая нефть, 100 долларов, 120, это опасность, потому что Россия жирует и считает себя великой, способной решать судьбу народов. Но очень маленькая нефть тоже опасность, потому что это резкие экономические проблемы. И тогда, чтобы отвлечь людей от этих экономических проблем, то нужно постоянно нагнетать обстановку и тогда гнать эти народы, голодные, но озлобленные на соседей. Поэтому вот какой-то баланс, конечно, обсуждают на Западе, что вот нужно как-то так пройти, чтобы убрать этот жирный слой, позволяющий России вести себя с позиции силы, но не довести до того края, когда голодная страна начнет... Никто не хочет кровать. Ну реально сейчас, сейчас, я уже вважаю. Виктор Голосюк. Мы повернулись до внутреннего установления в Украине и до тех нагальных реформ, которые мы должны провести. Потому что что сегодня очень важное, то есть, в котором мы опинились, он не критичный, он не ситуативно, даже не через ситуацию воинскую. Если мы посмотрим на экономическое состояние, почти 2 млн безработных в Украине, уровень продуктивности на уровне Африки, уровень ВВП на душу населения 7,5 тыс. долларов, а в Беларуси 16 тыс. долларов на душу населения. То есть это надкритичная ситуация. Украина экспортует сировинную продукцию, переважно зерно металл не обработанное, которые имеют нижнюю ценность, нижнюю додану вартость. Поэтому низкие заработные платные, поэтому низкая пенсия. Украина экспортует прибутки, заработанные в Украине в офшоры, просто они вытекают и очень мало из этого повердаются в якость инвестиций. И экспортует талановитых людей. Посмотрите, Украина занимает 5 место в мире за количество диаспор. Это экономическая катастрофа. С другой стороны, что мы импортуем? Готовую продукцию дорогую, которую мы еще на начале 90-х годов в мире вывозили. На дорогие энергоносеи и международную финансовую допомогу. Мы живем сегодня в борт. Это просто как бездонная бочка. Как это можно вытекать? Только одним шляхом. Шляхом защиту национального товара-виробника, создания в Украине высококонкурентных условий. Для того, чтобы пришел, в том числе, закордонный инвестор и национальный инвестор. Створил тут заводы, строил для того, чтобы были новые рабочие места, чтобы мы выработали готовую продукцию, а не просто гнали лес кругляк и зерно за кордон. Тогда будут рабочие места, будет занятость, будет заработка платная. Можно вас перебить и задать простой вопрос? Все-таки, без иностранной помощи, финансовой прежде всего, без займов и кредитов МВФ, ЕБРР и так далее, все то, о чем вы говорите, может быть осуществлено? Я вам скажу, тактично, тактично, можно использовать, скажем, пози КМВФ, но это может быть очень короткостроково. Это можно рассчитывать на один год. Если у кого-то глобальные планы жить за счет КМВФ протягом 5 лет, то это катастрофа. Это шлях никуда. Почему? Потому что КМВФ, на том числе, выставляет низкую вимог, в том числе, подвищение коммунальных тарифов. Мова идет про что? Про подвищение до уровня так званого экономично обгронтованного. Да, мы говорим, что сначала нужно увидеть, что это за экономично обгронтованный уровень, сделать те тарифы открытыми, сделать эту галузь конкурентную, провести масштабную энергомодернизацию. Для этого нужно хотя бы раз, два года, а после этого экономично обгронтованные тарифы будут значительно меньше, чем они не сейчас. А как проводить модернизацию, если нет денег? А я вам скажу, есть механизм других стран, Немеччина, Франция и других. Они проводят механизм энергосервисных контрактов, за которыми инвесторы залучаются, получают гарантию того, что экономия распределяется между, скажем, тем предприятием, на котором проводятся новые технологии инвесторам. Окупность – это 3-4 года. И рынок таких инвестиций, например, в Немеччине и в Польше – это 5 миллиардов евро. В Украине цей рынок отсутний. И мы будем подавать литковид, законы... В Германии и Франции все сбалансировано, они говорят об улучшении, а здесь нужно кардинально все менять. Вы правильно скажете? Радикальные зми, причем без бюджетного финансования. Так вот, в кончайном потребности... Главное, не надо думать, какой бизнес надо развивать тут. Если государство начинает думать, какой отрасль надо развивать в стране, тогда получаются у нас дотационные бизнесы. То же, что и есть сегодня в Украине. В чем проблема в Украине? Слишком много дотаций с госбюджета, да? Да вообще государство помогает... 50% от миллиона. У меня до вас вопрос. Если позволите, вот я повернулся нечто давно, встречался с керевницей Министерства экономики Грузии, да? Значит, кредиты выдаются под 1% ручных для тех, кто створяет новое производство в тех галузях, которые обеспечивают импорт и замещение. Это очень правильная практика. Можно, можете по-русски сказать, с каким процентом выдаётся? 1%... 1%... Государство компенсирует 10% ставку по кредитам, соответственно... Это знаете, когда начали... Это начали год тому назад, из-за этого курс лари сейчас, к доллару, наши деньги, как бы наша валюта, проваливается сейчас. Ежедневно валится лари. Потому что начало государство датировать, датировать кредиты. Это тупо просто. Это тупо. Нельзя делать такое. Это нельзя делать. Если государство... Значит, знаете, это что значит? Мы собирали... Это возрождение промышленности, создание рабочих мест. И там какой-то чиновник сидит и говорит, что... Знаете, мы сегодня, в этом году, мы должны 10 тонн картофель обязательно иметь, да? И финансируют картошку там. Потом следующий год говорит, что нет, сегодня нам нужна обязательно уголь, да? В этом году. И так далее. Так, никогда реформы не были, да? Не, не. Начали возрастать производство. Я говорю, что вот, просите, последнюю неделю, ежедневно, курс наших денег к доллару падает катастрофическим... Но говорят, что когда падает курс, это хорошо для экспортера. Из-за создания новых рабочих мест падает? А? Из-за создания новых рабочих мест падает? Какой рабочих мест? Больше 50 тысяч рабочих мест потеряла страна. Наоборот, потеряла. Потеряла. Дотационный бизнес. Из-за создания новых производств. Дотационный бизнес не помощь стране. Стране помощь то, что государство не должно думать, какой бизнес надо развивать в стране. Государство не должен мешать. А как мешать? Регуляциями, дотациями, мешает теми большими налогами, мешает бюрократии, мешает коррупции. Давайте будем думать об этом. А бизнес сам найдет свое... Как убедить государство не мешать? Как убедить государство не мешать? Вот вопрос. Как бизнес сам найдет, мы уже знаем, потому что зарплата в Украине, уровень дохода украинцев, половина украинцев, это меньше 200 долларов в месяц. Это не из-за бизнеса, это из-за теневой экономики, это из-за коррупции, это из-за больших налогов. Так что, уменьши налоги, давайте, да? Будет меньше бюрократии, будет меньше регуляций. Вот знаете как, кафе, чтобы переделать в офис, надо согласовывать минимум 6 месяцев, может быть и год. А в Грузии это можно сделать за один день. Просто вместо офиса открыл кафе, потом вместо кафе открыл офис. Кафе или офис? Это правильно. Что лучше, кафе или офис? Это будет решать тот, кто владеет этим КП. А лучше завод, который создаёт рабочие места. Последний пример. Не-не-не-не, заводы уже, по-своему, эти заводы не создают рабочие места. Заводы не создают. Новые технологии, у вас супер-АйТишники, АйТи-специалисты, один из самых лучших в мире. Таких у нас в Грузии нету. Мы их не грошали. Давайте создать и для них, раз нас особо пробивали. Не надо заводы строить. Покойный Каха Бендукидзе говорил про этого человека. Я забыл фамилию. Каха Бендукидзе говорил, один из лучших в мире. АйТи-специалистов я не помню. Не помните фамилию, да? Ну, я лично работал в министерстве юстиции, мы приглашали с Украины эти специалисты, потому что тут очень хорошие специалисты, которые на мировом рынке, да? Там, знаете как, вот doing business есть, к примеру, minority rights, да? Миноритары как защищены в стране, да? Вот это надо улучшать. Для того, чтобы бизнесы создавались тут на месте в Украине, а не то, чтобы эти компании регистрировались за границей. Потому что они вынуждены из-за того, что налоги большие. А почему налоги большие? Потому что дотации из бюджета идут на газ, не знаю, на многое что, да? Поэтому давайте правильно скажем, что фа говорит, что заводы государство не должно строить, государство не должно думать, какие отрасли в экономике развивать, государство не должно мешать. И вы вспомнили про Белоруссию, а мой товарищ, экономист, приехал из Минска, ходит по Киеву и говорит, слушайте, у вас здесь все такое дешевое, у вас вообще здесь все стоит копейки, поэтому у вас такие зарплаты, Беларусь говорит, у вас такие зарплаты поэтому низкие, вы думаете, что если билет на автобус стоит 3 копейки, то это вам счастье? Все, говорит, абсолютно не так, у вас надо поднять цены, как в Беларуси, тогда у вас и зарплаты поднимутся, и тогда все, вот из Беларуси человек приехал, из социалистической страны. Так я вам скажу, Беларусь, что держится в Беларуси несколько миллиардов, каждый третий год получилась в России. Если бы не получал, просто развалилась бы вся экономика. Вы все это знают, формулу Беларуси. Георгий, я прошу прощения, никак не может ставить слово Андрея Ильенко. Нема проблем, я хотел бы просто повернуться до той тезы, которую сказал Георгий трошки ранее. Я полностью с этой тезой согласен, а именно, что любая реформа и любые политические или экономические изменения, они должны начать с того, что закон один для всех, с ответственностью. Потому что если нет действий в законе, то никаких реформ не будет. Я не могу этого не сказать, потому что я так послушал, никто не хочет эту тему поднимать, тогда я скажу. На жаль, в первые дни работы уже нового парламента стало явление, которое обурило очень много людей. А именно такое явление, как кнопкодавство, как неперсональное голосование. И это та вещь, в которой в прошлом парламенте, тогда и на тот момент, все опозиционные фракции с этим боролися. И мы там блокировали трибуну, не давали проводить заседания месяц и так далее. Сегодня все началось. Причем три депутата, из них двое, это члены нынешней коалиции. На правильный жаль, демократичных сил. И ни одного покарания, ни одного... Эта тема очень быстро заболакалась. И сейчас такое впечатление, что... А конкретно можете сказать, как вы говорите? Конкретно это из Гончаренко, из партии Блок Петра Порошенко. До речи, еще раз назад он был в партии Регионе. Такий тоже нюанс. Другий, это из Народного фронта, я не помню, честно говоря, еще прозвища. И третий, это депутат Кацуба, экс-регионал. Сейчас он в группе Еремеева, воля народу. Ну, что до этого остального, вопрос мало, потому что, как бы, понятно, если мы говорим про регионалы, и сейчас он в этой группе, то это, как бы, очевидно. А вот, что до первых двух, это, конечно, очень много людей бурило. Мы, до речи, зарегистрировали соответствующий законопроект. Это законопроект, под которым были подписи в прошлом скликании Тягнебока, Цинюка и Кличка, что до криминальной ответственности за кнопкодавство. И будем разом с коллегами вимагать, чтобы он был принят. Я просто до чего это веду? Можливо, кому-то кажется, что это невелика проблема, но если мы сразу начинаем с того, что на это закрываются очи, и никакой реакции нет, то мы можем отримать как раз совсем не реформи. И закон таки не будет работать для всех. Поэтому мы считаем, что эти депутаты должны скласти мандаты за такие действия. И следующие по списку должны зайти. И это должен быть урок для всех, чтобы такого больше не повторилось. Потому что не за это был Майдан, чтобы сейчас снова начались такие вот речи. А вот Алексей, вы как считаете? Это реально? Вы что на это скажете? Я могу сказать, я полностью поддерживаю коллегу. Егор, потом. Да, я полностью поддерживаю коллегу. Кнопкодавство, до свидания. Не ходишь на свидания комитетов, не ходишь в Верховную Раду. Нарушение присяги депутата, до свидания. Надо вводить сенсорную кнопку, надо вводить биометрику. Действительно, мы должны показать новое качество парламента. Мы должны показать людям. Может быть, для кого-то это маленькие вещи. И люди сейчас хотят увидеть больше, чтобы депутаты занимались социально-экономическими вещами. Но действительно, мы должны показать пример, чтобы парламент обновился с новыми стандартами. И меня не радуют коллеги по коалиции, которые занимаются кнопкодавством в абсолютно бессмысленных вещах. Что скажешь, Евгений? Я в этом отношении представляю удар. И, кстати, вы, наверное, знаете о том, что в 2012 году удар, кстати, вместе со свободой, в этом отношении боролись и отстаивали эти все процессы. И сейчас кнопкодавство объективно является самым негативным явлением в парламенте. И такого быть не должно. Да, вот я, несмотря на то, что это мои коллеги... Ну, а хорошо, а что делать с конкретными случаями, о которых Андрей Ильенко... Нет, в этом отношении я бы здесь, знаете, не преувеличивал, не говорил о том, что это самая большая проблема, скажем так, парламентаризма этого, да. Здесь нужно вносить изменения и в Конституцию, и в регламент. Предложений здесь может быть много. То есть, как бы через годика, два-три проблемы решатся. Нет, нет, нет. Я думаю, я думаю, что проблема решится в ближайшие месяцы, и вообще о кнопкодавстве все забудут. Можно ввести радикальные решения, да. Но без наказания она не решится. Внести изменения в Конституцию. Проголосовал за соседа, проголосовал за соседа, до свидания. Я думаю, даже, кстати... И что значит до свидания? Ну, выходит, складывай мандат, уходи из радости. Кто у вас проголосует за этот законопроект? Ну, вот как раз и посмотрим, кто проголосует. Мы проголосуем, я отвечаю за группу удара. Есть потребность, сделаем. 40 человек, она проголосует, я думаю, группа Батьковщины, группа Свободы в этом отношении. Но тот же Гончаренко уже не проголосует, да и мандат неслужит. Ну, как бы это вопрос и Гончаренко. Я хочу сказать другое. Я застал предыдущий созыв, был народным депутатом 6 месяцев, да, я зашел уже после Майдана. И хочу сказать, что этот парламент отличается в корне от предыдущего, да. Вот это положительные моменты, что если ты заходишь в прошлый парламент, то ты увидишь 200 народных депутатов, которые с потухшими глазами сидят и нажимают кнопки, причем нажимают кнопки в том числе и за соседей. Сейчас это действительно похоже на площадку для дискуссий. Сейчас, если зайти в парламент под купол, ты увидишь практически все заполненные места, ты увидишь дискутирующих парламент, и ты увидишь, что если действительно кто-то проголосовал за соседа, это очень плохо. Это сразу появляется в СМИ, и в этом отношении есть определенное осуждение. Поэтому я думаю, что у этого парламента... Ну, и ты глядишь, все разъедутся опять, как в старые времена, на курорты по случаю новогодних праздников. Иностранный избирательный округ. А? И заграничный избирательный округ. Это называется заграничный избирательный округ, понятно. Нет, вы знаете... А потом и по старинке, глядишь, заработают. Кстати... По-моему, мы выходим на работу 5 января, если не ошибаюсь. Принятие бюджета это одна из первоочередных задач вообще этого нового парламента, потому что бюджет нужно принимать именно сейчас. Но, Евгений, я вот коснулся, сидя на том месте, вот процесса реформ, я бы немножко, с вашего позволения, верну дискуссию в сторону реформ, в сторону назначений в правительство иностранцев. Вот есть, как бы, классика реформ, это Сингапур 60-й год, это Южная Корея 70-й год, это Ирландия 80-й год, это, кстати, Грузия 2000-й год, да? Это страны, которые вошли в историю тем, что они переломили коррупционный режим и вышли, скажем так... Ну да, как великий сингапурский реформатор Ли Куан Ю говорит, надо начать с того, чтобы посадить немножечко своих друзей. Правильно. Кого будем сажать? Правильно говорит. Будем сажать, будем сажать... Список, пожалуйста. Значит, кстати, кстати, а вы знаете, что этот реформатор сингапурский, да, был гражданином Великобритании? Но при этом он был совсем не британский демократ, он был такой, знаете, с авторитарными замажками. Ну послушайте, он был гражданин Великобритании, только потому что Сингапур был колонией Великобритании. Ну да, абсолютно точное замечание. Давайте тоже не будем это переувеличивать. И знаем мы и другое, что за 9 месяцев у нас до сих пор никого не посадили. Я, честно скажу, не великий специалист по парламентализму, но мне кажется, вы тут обсуждаете изгнание, незнание. Да и все проще. Гарантируйте, добейтесь то, что такое решение, ведь сразу шум поднимается, да, как надатство. Гройсман сразу заявляет, голосование недействительное, все ставлющее разносование. Все, вот и просто. Просто не признавайте эти решения. И все. А получается так, что все возмущаются, но решение вступает в силу. Это же ханжиство. Просто да, они всегда видят. Такое было видно потом на видео, которое журналисти выкладывали в интернет. Ну и не можно же там, сидячи в иншем кинете зала, побачить, как там кто голосует. Это было какое голосование. Это вопрос, что там можно поднять еще раз и еще раз переголосовать. Мы будем подниматься, все ясно. Слушайте, вот эту самую кнопку поставить, это же очень дорого. Она уже стоит, ее только надо ввести, а там уже красненькая такая, что ты нажимаешь сенсором. Она стоит, а чего же не введут? Так вот мы спрашиваем, чего вы не вводите? Давайте проголосуем, сделаем, все, пожалуйста. Вот с этим самым. Слушайте, вот на этих самых айфонах уже стоит эта самая кнопка. Вы знаете, там даже в ради таблона не тащит скрипт, поэтому и до айфона там далеко еще. Но мы тоже сейчас увлеклись, уже обсуждаем технические вопросы. Кнопка, палец, красный, глаз давайте. Было на этой неделе много и другого. Министерство информации, почему-то вы так осторожно обходите эту тему. Видимо, боитесь будущих санкций против канала Интера или что-то. Мы, кстати, надо раздавать деньги. Поэтому кнопкодавы, кнопки, до этого тоже дойдет. И иностранцы. Павел, Павел, значит. И, Сергей Алексеевич, вы обсуждаем иностранцы и осуждаем это. Но вы-то тоже, собственно, гражданин-то не Украины. А уважаемый человек, а ваш конкурент, Савик Шустер, тоже не гражданин Украины. Но вообще страшно сказать, у него двойное гражданство. Да, все смотрят его программы. По-моему, сразу и Канады, и Италии. Иностранцы, которые пока покажут свою неэффективность, персонально за это ответят. И я уверен, что у них уровень мотивации сейчас и у литовца, и у грузина, и у Наталки в несколько раз выше, чем у министров украинцев. Давайте не будем спекровать. В МВД другая ситуация. Да, у Эйки будут проблемы. Я сомневаюсь, что эта настойчивая, красивая, упорная женщина сможет этого монстра изменить. Но если в МВД ничего не изменится, отвечать будет Аваков, как министр. И в глазах общества, и перед парламентом, и перед Господом Богом. И мы скоро увидим, когда Саакашвили, вспоминая Грузию, вспоминая наш интервью, которое сегодня опубликовано, я ему прямо спросил, по вашему грузинскому опыту, сколько есть времени у Порошенко и у Украины? Недели, месяцы или годы? Вот скажите, до краха, до коллапса, которым воспользуется, например, Россия. Он сказал, что не больше шести месяцев, максимум до весны, если не сдвинуть этот корабль, если хоть что-то кардинально не поменять, начнутся необратимые процессы. И мы с вами это чувствуем не хуже, чем депутаты и люди. Павел, я все-таки по поводу Министерства информации хотел бы два слова сказать. Вот, все-таки у меня есть предложение. Давайте дождемся, пока появится положение Министерства, которого пока нет. Так уже показывали даже, уже обсуждали это положение, которое сказали, взяли с 2008 или 2009 года, который уже есть, а там кошмар. Да, мы уже это обсуждали, уже было это положение. И поэтому, когда мы говорим... Оно же уже утверждено? Нет, нет, нет. Давайте дождемся, когда будет утверждено это положение, когда появится бюджет, когда появится... Нет, простите меня, пожалуйста. Пока что у меня нет просто оснований не верить господину Стыцюк, которого я вот скорее знаю с хорошей стороны. Когда он говорит, что этот орган не будет инструментом цензуры. А когда он окажется вдруг инструментом цензуры... Тогда уже будет поздно. А вопрос, что ему мешало объяснить нам, журналистам, читателям и всем остальным... Почему попешка, да? Да, то есть, почему эту битву против пропаганды они первые проиграли? То каким образом тогда будет вообще построена работа этого органа? На каких основаниях и всего остального? То есть... Так, может, еще объяснить? Да, и когда у вас... Ну, министерство, а не агентство, а почему неусиление функций, я не знаю, РНБУ, почему именно министерство? На самом деле, вот смотрите, я не журналист и не специалист в медиа. Но, опять же, критикуем форму. Вот почему я лично поддерживал, поддерживал создание этого министерства. Говорю, как дончанин. Да, как дончанин. Как дончанин. Донецкая область. С 91-го года печатных независимых средств массовой информации ноль. И будет ноль. Не появится, потому что ни один инвестор, который бы вкладывал в СМИ, туда не зайдет. Украинские каналы на территории Донецкой области глушатся. Российские каналы показывают вовсю. Более того, даже сепаратисты уже придумали развивать какие-то свои радиовещания. Заехав там в Украинское Доброполе, Красноармейск, Волноваху, вы смело можете увидеть, услышать по радио сепаратистские вещания. И таких радиоканалов несколько. Поэтому, если мы сейчас не вмешаемся, точнее, не будет государственной руки во вмешательство этого, не создадутся печатные средства массовой информации, новые. Не создадутся самостоятельные радиовещания. Но зачем, чтобы победить дракона, создавать драконные радиовещания? В России месяцев концерн РРТ проплачивает сигнал российских каналов на Востоке. Вы этим не занимаетесь почему-то? Пропаганда, уже время пропаганды идет уже. Ничего себе не работает. Вы посмотрите, что в России произошло. Что произошло? В России. А мы что хотим быть как в России? На что мы равняемся? Я со своей пропагандой за несколько недель, как только ситуация изменится, провалится обратно. Все знают, что это пропаганда. В интернете, в Египте, в Фейсбук сделала все. На Майдане Фейсбук сделала все. Да, и социальные сети, и все. Сделали все, а мы говорим о пропаганде. Знаете, старые методы, советские методы пропаганды не работают уже. Согласен, ну, я не могу понять... Все сделал телевизор, а не интернет, не Фейсбук. С одной стороны, я бы действительно не преувеличивал консервативность населения, в том числе и украинского. Огромное количество украинцев смотрят телеки, верят всему, что говорят по телеку, и не знают, что такое Фейсбук вообще. Но, с другой стороны, я не понимаю, почему, чтобы создать какую-то газету... Тот же господин Коломойский, о котором мы вспоминали, заявил, что он будет создавать за свои деньги Ukraine Today. Что ему мешает создать газету для Донбасса. То есть, для чего для этого создавать министерство. То есть, вот этого я понять не могу. То есть, чтобы донести объективную информацию жителей Донбасса... Донбасса был бы отдел, например, отдел при Комбине. Есть госкуртелерадио, есть... В 2009 году списали это постановление, да? Скажи, какие минусы ты видишь в создании министерства? Я рассказываю, вот просто, если бороться, как они говорили, за информацию на Донбассе, да? Условно говоря, в Мариуполе, если ты приносишь газету, в которую... Ну, есть люди, которые считают, сделано хунтой. Да они не будут читать это, потому что пропаганда. Причем здесь делано... Новое время читать будут, потому что это независимое издание. А то, что сделано государством, не будут читать. Какие минусы в создании этого министерства? Минусы по пунктам. А я скажу, сегодня есть достойный человек, стыдь, а завтра будет не стыдь, а еще кто. Причем здесь стыдь, минусы. Леша, главный минус в создании министерства, я вам объясню, то, как оно создается. И это в том числе... Когда за сутки на голосование мы узнаем про министерство информации. Когда мы не видим этого положения, когда мы не понимаем точно, что оно будет делать, какими силами оно будет делать. То есть, проговоряясь нечестно, и вы этого не понимаете, сидя в сессионном зале, и отдаете за это голоса. И голосуют за министра, назначают министра, а министерство самообороны нет. И раздел, в том числе, что до створения системы и намовления. Держава потребует четкой координации информационной политики. Держава потребует пропаганды и контрпропаганды. Мы можем что за угодно про это говорить. У нас будет война официально объявлена. Создаем министерство пропаганды и работаем. Держава потребует сельфункции не теки внутри Украины, а и за кордоном. Я бы не обсуждал сейчас суть министерства информации, а то, как это все создается, когда без обсуждения создается. Держава. И вы говорили о том, что государство... Что же, как журналист, такое слово, сказать, что политики обсуждают об информации, а журналисты... Да, но главное, это корреспондируется с вашей идеей, когда государство должно раздавать деньги. А в нашем кумовском государстве деньги будут получать Кум и давать Турм. Вы знаете, что зараз есть? Как из министра списывается обликованная ставка на банк, и грошей никто не имеет. Пять тридцать процентов никто не может занять, а вовремя обучение. Права не дают, права берут. Давайте дадим слово журналисту. Вы дадите журналисту слово. Перекрыкивайте. Да, на самом деле вопрос только в эффективности. Нам не нужны никакие лишние органы. Мы вполне возможно сделать теоретически, взять какую-то районную газету. Будет там хороший журналист, хороший менеджмент. И она будет выдавать хороший продукт, и он будет пользоваться популярностью. То есть, с точки зрения профессиональной для журналиста, важно, чтобы донести и его читали. Не нужны какие-то пропаганды, не нужны какие-то органы, которые какие-то с советским оттенком, духом каким-то советским. Зачем вообще это понятие пропаганды? А в Донецке, может быть, что-то другое нужно сейчас? Ну, я думаю, что... Можно дать деньги независимым организациям, которые проводят какие-то хорошие проекты, создадут инфрации. Я вот хотел сказать, чтобы не выглядело, что я тут только критикой занимаюсь, хотя это непопулярно сейчас все говорить, но я скажу. Я не совсем действительно согласен с тем форматом, как это министерство было створено. И, возможно, действительно, нужно было провести качественную переднюю работу. Но я абсолютно уверен, что такая институция сегодня нужна. Может, даже на уровне министерства. Потому что та информационная война... Вы же понимаете, война это не только на фронте. Война идет постоянно. Главная война это за свидетельство людей. Вы знаете, совковые методы, не совковые методы, но величезная количество людей потребует того, чтобы была информационная политика в государстве. Андрей, вы понимаете, что вы то же самое будете поступать точно так же? Послушайте. То есть, опять будет переведение каких-то фактов. То есть, мы должны быть объективны и всего. Послушайте, когда у нас стреляют, можно сказать, мы другие, мы не будем стрелять, мы будем переформовать, мы будем любовью пояснивать, любовь переможет, мы будем любовью пояснивать, что не нужно стрелять. Но это все равно доводится брать автоматы и отстреливаться. Так же и в информационной войне. Мы можем рассказывать про... Что, в Фейсбуке не можно организовать пропагандистскую кампанию? Вы что думаете, что в Фейсбук там нет пропагандистов за деньги, которые там пишут? Россия наймает миллионы троллей, миллионы ботов, которые занимаются пропагандой на разных языках. Это стоит десятки миллионов долларов. Организация в немецком интернете, в английском, в англомовном интернете и так далее. Я просто, понимаете, Россия... Россия называлась пропагандистской. Так, причем тут, послушайте, я против слова пропаганда. Назвем это Министерство ромашек, любви и цветов. Яка разница? Воно мое заниматься, но воно... Держава должна заниматься информационной политикой. Это занимается, РНБО занимается даже этим. Правильно, правильно. Можно поселить эту функцию. Но я скажу, я, возможно, не совсем погоджусь с форматом. Что там, возможно, это не требовало Министерство делать. Можливо, нужно было как-то все сделать так, чтобы меньше танцевало в суспільстве. Я тут поддерживаю. Но то, что информационную войну сегодня Украина програет, это абсолютный факт. И с этим нужно что-то делать. И я думаю, что хотя бы... Ну, слушайте, опять-таки, я вам расскажу, господа хорошие. Опять-таки, извините, что про себя в Америке. Я говорю господам американцам, там, в Госдепе, в Конгрессе, опять-таки, в финтэнках этих самых. Слушайте, я приезжаю, у вас в каждой розетке, не то, что там в каждой... Из каждой розетки канал Russia Today. Россия сегодня, пропагандистский канал. Чего вы вообще на это как смотрите? А у нас первая поправка, у нас свободы слова. Я говорю, вы понимаете, что вы проигрываете? Информационную войну у себя на территории, в Европе проигрываете. Вот, Евгений Алексеевич, вот это колоссально важно, что наши не хотят понимать, что нельзя бороться с Россией, превратиться самим в Россию. Значит, какой смысл тогда этой борьбы? Я понимаю, что есть люди, у которых принципиально, что мы говорим на другом языке. Но для огромной числа людей, мы здесь, вот как для Павла, и для вас, мы все поддерживаем борьбу Украины только потому, что мы не хотим быть, чтобы было как в России. А не потому, что там другой язык или другой флаг. Кстати, последняя новость, Павел, знаете, что канал «Дождь»? Да, выселяют опять. Канал «Дождь» выселяют сейчас опять. Я уверен, что в комментарии послания Путина. Нет, что поразительно, что им приют дал СНОП, тоже вполне либеральное средство массовой информации, принадлежащее олигарху Прохорову. Я специально не хочу там говорить, раскрывать свои источники. Перед программой специально позвонил, спросил, что случилось. Прохорову позвонили с самого верха и сказали, что если вы не выгоните канал «Дождь», то мы выгоним вас. Но не надо ставить телегу впереди лошади. Действительно, проблема информационной безопасности, Министерство информации, Федерального агентства развития информационной безопасности очень остро стоит и надо обсуждать. Но прежде мы должны сегодня обсуждать, как создается этот министерство. Поэтому, если мы говорим о том, что Украина новая страна, новые правила, живем по-новому, так и действовать надо по-новому, сначала объясните людям, покажите, как это все будет работать, покажите вот тех героев информационной войны. Паша, но мы же многого сейчас все равно не знаем. Мы не знали о министрах иностранцах, они упали нам на голову всем. Я вот последний вопрос хотел задать, немножко на другую тему, но хотелось просто услышать мнение Олега Волоши. Очень важное событие еще произошло, ну вот буквально вчера, большинством голосов Конгресс США принял резолюцию в поддержку Украины. Вот как вы думаете, Конгресс призывает оказать Украине помощь, призывает американского президента оказать Украине помощь, в том числе и военную. Рассчитывать на это или нет? Ну, во-первых, я сторонник того, что Запад и так сделал уже достаточно много. И то, что российская экономика сегодня валится, это реальная заслуга Запада. То есть мы не можем недооценивать то, сколько уже сделано. Я, как эксперт, весной, например, в начале лета, я не верил, что они ведут такого уровня санкций. Они все-таки это сделали. Что касается военной помощи, одно очень важное замечание. Есть такая в теории конфликтов категория называется доминирование в эскалации. То есть если воюет между собой более слабая страна и более крупная страна, то в случае эскалации конфликта преимущество всегда будет на стороне более сильной стороны. Потому что у них больше населения, ну, грубо говоря, теоретически может дойти до применения ядерного оружия. Ну, если, допустим, нам дали более сильное оружие, россиян более сильное, мы еще, еще. И потом что? Ядерное оружие нам никто не даст. И зачем нам вообще это нужно? То есть поэтому действительно американцы сегодня при администрации Обамы можно критиковать это, не критиковать. Но они реально мыслят, как помочь Украине сдерживать агрессию России, но не давать украинцам соблазн, попытаться пойти в наступление на Крым и так далее, чтобы спровоцировать Путина на какую-то там несусветную глупость, типа там ковровых бомбардировок Киева или применения ядерного оружия. То есть вот это нужно понимать, что у Путина рука не дрогнет. И поэтому и американцы это тоже понимают, что если, грубо говоря, сейчас бы здесь появилась мирская пехота США и помогла нам придавить сепаратистов, то начались бы очень серьезные военные последствия. Вот именно с этой точки зрения нужно на это смотреть. Запад не хочет, чтобы Украина выиграла войну. Запад хочет, чтобы война прекратилась. Вот принципиальная ситуация, которую нужно понимать. А вы с этим согласитесь? Я просто повторю, что Запад хочет перенести эту войну в экономические русла больше. Оружие, не думаю, что будет проблема для Украины, если понадобится конкретное оружие. Но, исходя из предыдущей темы, просто мы должны... Военные все говорят, что нужно прежде всего средства коммуникации, транспортные средства. Извините, простые вещи, как аббудирование, каски, бронежилеты. Насколько я знаю, это все получится не проблема, просто единственное, если честно, все они боятся, чтобы это оружие не попало в руки, не знаю, там, случайно у кого-то, да? Потому что есть такие тоже моменты, когда, к сожалению, вот такое бывает, что вдруг оружие попадает в руки у врага, да, там, и так далее. Да, так что это все надо контролировать, это все надо хорошо сказать. Чтобы это нигде-нибудь в итоге не оказалось в районе исламского государства. Да, но самое главное, где выход из этих конфликтов? Давайте об этом скажем. Я сейчас секундочку скажу. Была в Фейсбуке прекрасная фраза, если первая пара канадских берс появится на рынке Барбашова в Харькове, на этом Запад полностью прекратит помощь Украине. Это сто процентов, что нужно понимать, что если реально они увидят, что у нас безумная коррупция, и все, что мы даем, мы же и продаем на рынке, наши генералы, все. Вот тогда, не кажется, пусть Путин забирается. Запад настроен помогать Украине до конца, да, любым способом настроен помогать Украине. Сейчас все за Украину. Главное, чтобы Украина помогла с нами. Насколько готова Украина принять вот эту помощь, да, насколько Украина будет реформироваться, модернизироваться и так далее. Тот же помощь, как можно воссоздать территориальную целостность Украины. Единственный выход. У нас есть всего лишь несколько таких примеров. Тоже Германия, Киприанский модель. В чем идея состоит? Если страна будет развиваться быстро, тогда уже и крымчане, и дончане все будут хотеть, как бы, жить в Украине, да, и их не остановишь. Не остановишь, не остановит ничего. Вот это отличная точка в нашей сегодняшней программе, потому что, извините, время подошло к концу. Это была наша еженедельная политическая программа «Черное зеркало». Встретимся ровно через неделю в этой студии. Спасибо. 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 Спасибо.